Привет всем, с вами я Вика. К сожалению, не было времени у меня делать видео. Сейчас нашлось пару минут, нашлись. И вот сделаю два видео сегодня. Из новостей. Мы были в Украине, приехали две недели назад. Времени вообще не было. Вообще, вообще, там пару видео сделала, выложила, ну, со старого. Вот, потому что надо разбежать свои карточки. Вот, и новое видео не делала. Ну, просто нету времени. Вот, хочу сделать сегодня два видео. Первое видео будет, ну, про новости, про поездку, про такое, да, про... Вот. А второе, вот это видео, которое я хочу сейчас сделать. Я долго думала, делать или не делать. И всё-таки я его сделаю, потому что такое, про такое молчать нельзя. Вот. Надо, чтобы люди об этом знали. К сожалению, грустное видео будет, но, говорю, это надо знать. Так вот, тема, почему нельзя летать с украинскими авиалиниями. В жизни я летала один раз. И то, непонятно, каким образом я с ними полетела. Значит, предыстория. Летели, должны были мы лететь в Украину, во Львов. Билеты были... Ну, я купила билеты хорошие по цене, потому что другие были там намного дороже. Где-то на 300-400 долларов дороже. Этот был дешёвый. Вот. Эти. Но я купила Аляскан. Аляска Airlines. Ну, я ещё так удивилась, как эта Аляска летает в Украину. И купила билеты. И мне приходит подтверждение. На каком-то сайте, не на экспедии. Просто потому что очень дорогие билеты были. В последний момент покупаешь, они какие-то очень дорогие получаются. Вот. А этот был дешевле где-то... Ну, этот был по 930 с чем-то за билеты. А остальные были там по 1280, 1300, 1400. Какие-то странные цены. Вот. И просто, понимаете, если бы лететь в Киев, это одно дело. Билеты есть. А во Львов, это уже совсем другая история. Я ж не знала, что можно с Киева на поезде нормально. Там, ну, теперь я знаю, что можно было на экспресс-поезде себе там за пару долларов заехать. Ну, короче, мы летели во Львов, Аляска. Приходят мне подтверждения. Летите с украинскими явлениями. Когда я искала билеты, я видела дешёвые билеты. Вот эти МАУ или как Украинские авиалинии. Или как-то так. МАУ. По-нашему они МАУ называются. Международные украинские авиалинии. Вот. Если у вас есть враги, советуйте им летать украинскими авиалиниями. Это такой позор. Это стыдобо. Мне так стыдно было за то, что это из моей родины. Компашка. Ладно. Получаю я. Я не хотела им лететь. У них были дешёвые билеты. Я специально их не смотрела. У них самые дешёвые такие, знаете, бросовые цены. Но я потом поняла, почему. Узнала. Сначала непонятно было. Но я не хотела лететь, потому что в моей семье два пилота. Вот. И я знаю, как они бухают перед полётами. И, короче, как они относятся к полётам. Поэтому не знаю, как сейчас, но при Ставдепе бухали. Вот. Так что я знаю эту кухню, так сказать, изнутри. И я не хотела летать ещё по причине у них. О, соседи. У соседей подгорело что-то. Не хотела я с ними летать, потому что у них старые самолёты. Но пришло подтверждение. Значит, Аляска до Нью-Йорка только. Из Лос-Анджелеса. А потом украинские авиалинии. Они были дешёвые, эти билеты. И non-refundable. Я не могла их отдать назад. Вот. Поэтому, думаю, ладно, уже что делать? Придётся лететь. Ну, не хотела капец. Ну, как жопа чувствовала, что не надо с ним лететь. Ну, ладно. Короче, первый неприятный сюрприз. Это то, что в самолёте на интернациональных международных линиях они за колу 3 евро берут. 3 евро за колу везде дают бесплатно напитки. Там воду с газами. Водичку с газами. Они её за деньги продают. Прикиньте. Бесплатно можешь иметь только воду и кофе, и чай. И всё. Остальное за деньги. По-моему, соки можно. Или я не помню насчёт соков. Я хотела колу. Вот. Я хотела фанту или что-то такое. Они сказали 3 евро. Представьте себе. 3,54 доллара за бутылочку. Маленькая бутылочка. А сколько она? Вот такая бутылочка. Сколько там? Полу-литра. Представьте, я говорю, да пойдите в Walmart, купите по 99 центов за 2 литра и раздавайте людям. Это международная авиалиния. Перелёт международный. Еда отвратительная. Я ещё такой паршивой еды не ела в жизни, в самолёте вообще. Если я когда-нибудь на еду грешила, это было, знаете, как ресторан «Максим» по сравнению с этими, ой, отвратительная еда. Значит, дают курицу. Говорят, курица или макароны. Говорю, курицу. Открываю, а говорю, а где курица? А там, знаете, намешано какие-то овощи, такие дешёвые, из замороженных пакетов, наверное. И курица. Я нашла вот такой кусочек, кусочек квадратной курицы. Представьте, я ничего не ела оттуда. Я вот как оно было, по-моему, я только салатик там, салатик, ну, съела, что там в такой маленькой коробочке дают. И всё, не хлеб, хлеб дубовый. Я вообще голодная осталась. Ну, хорошо у меня было, опять что-то не горит. Голодная не осталась, потому что у меня с собой еда была. Я с собой беру в самолёт всегда снэк. Короче, прилетели в Киев. Пересела, я сделала пересадку. Сидим в самолёте час во Львов лететь. Ждали какие-то бумаги на вылет. Это уже, знаете, это уже свой аэропорт, их родной аэропорт. Ждём бумаги на вылет час. Мы снимали квартиру, и мы приехали в эту квартиру где-то в 11 часов. Люди нас сидели, ждали. Мне надо было звонить им, тратить деньги, потому что у меня за каждую минуту 25 центов теперь берёт наша Тимобл. Одни расходы из-за них. Но этот перелёт ещё был окей. А теперь идёт самое плохое и самое неприятное. Вот. Такое, знаете, как рояль в кустах, да? Неожиданное. Я на каникулах, я в отпуске, я отдыхаю. У меня интернета нет, у меня ничего нету с собой. У меня телефон, в который интернет у меня только какой-то, Wi-Fi где-то, где-то что-то. Короче, нет у меня никаких интернетов, да? Скажем так, да? У меня был интернет, но у меня нету интернета. Я не хочу пользоваться интернетом на каникулах. Я только самое-самое нужное смотрю, да? Обычно компании присылают, ну, можно чек-ин онлайн. Вот. Ну, я не чек-ин онлайн. Я ещё ни разу в жизни не делала чек-ин онлайн. А я, во-первых, не знаю, как это делать. Вот. А во-вторых, мне лень. Я приду туда, я себе встану, всё равно надо стоять там в очереди. Понимаете? Зачем мне это два раза делать? Вот. Я всегда делаю in person. Ну, сама стою в очереди, себе чек-инюсь нормально, спокойно. Вот. Я на каникулах, у меня нету интернета, у меня нету... Я в телефон, в интернет не лажу, говорю. И я не чек-инилась онлайн. Даже этот имейл их не смотрела, потому что я говорю, я на каникулах, я не смотрю никакие имейлы, никакой интернет. Вот. Ну, самое нужное смотрю, но очень-очень редко. Я хочу отдохнуть от этого компьютера, от этого всего. Я... Пять дней мы там были в этом Львове, я хочу отдохнуть, понимаете? С подружками гуляли. Какие нафиг имейлы? Приезжаем мы очень рано утром в этот... Ну, в аэропорт. И... Сюрприз-сюрприз. Начинается регистрация. Мы подходим, наша очередь. Он говорит, так как вы не зарегистрировались онлайн, с вас по 15 евро. Значит, 30 евро своих за то, чтобы нас зачекинить. Понимаете? Это... Это входит в цену. В цену. Эта услуга входит в цену билетов. Еще ни одна компания в мире за эти деньги не берет. Только украинская. Они где-то в начале августа это ввели. У них так плохо идут дела, что они уже пытаются деньги и на Коля заработать, и на водички, и на чекен. На такой услуге, которая по определению идет с билетом. Я покупаю билеты. И зачем мне надо еще платить? Я говорю, я на каникулах, у меня нет интерната. Какой онлайн чекен? А если у человека телефона нет, то есть же люди, у кого телефонов нет, у интерната нет, живут без этого. Им что делать? Вот. Там одна женщина. Он, короче, сказал... Сейчас. Он, короче, сказал, тогда вы не полетите. Мы вас на такой набор не возьмем. И говорю, что за фигня? Давайте сюда вашего менеджера. Он говорит, я менеджер. И свой беджик дает. Там я записала его фамилию. Говорит, я... Он такой... Это руд было. Это такая совдепия. Совок. Знаете, не совдепия, а совок. Такой совковый совок. Вот. Он на меня чуть не орал. Говорит, или платите, или вы не полетите. Будете... Отойдите в сторону. Вот. Сейчас типа меня выведут, если я буду права качать, да? Вот. Пришлось... Это, знаете, это blackmail. Это шантаж. Мне пришлось пойти в эту кассу, куда он отправил нас. И заплатить 30 евро. Это 35 долларов там чем-то, да? И заплатить за двоих за чек-ин. Потому что мы онлайн не чекинились. Потому что мы, бляха-муха, на каникулах. И у нас нет интернета. Вот. Там одна женщина стояла. Ее привезли где-то с какого-то Золочева или откуда. Она... У нее телефон был, но у нее ни карточки, ни денег, ничего. Короче, вообще ничего нет. Она стояла, плакала, звонила своим, тем, кто ее привозил. Они 4 часа уже от... Или 2 часа от аэропорта уже на машине ехали. И, короче, они не могут вернуться, потому что уже сейчас скоро уже отлетает самолет. Я не знаю, как, что она там делала, но она просто... Ну, представляете, человека поставили... Это на Нью-Йорк рейс. Вот. Я... Если бы у меня денег не было, я что, там в Украине осталась бы? Вот если бы... Вот нет, человек и денег. Что делать? Купил билет. А уехать не может, потому что, е-мое, вот такая гребаная компания. Знаете, я желаю, чтобы... Я им так от всего сердца желаю, чтобы они обанкротились. Вот. От всего сердца. Вот. Потому что то, что они делают с людьми, это просто... Это не то, что жестоко. Это так некрасиво. Это настолько позор. Стояли иностранцы, которые тоже так платили. Я говорю, я буду со своим банком, я буду делать чарджбэк, потому что я на такое не подписывалась. Это вымогательство. Вот. И говорю, вы тоже делайте. А не да, да. Такого еще никто в жизни не видел. Понимаете, предупредите, когда я покупала билет, мне пришла конфирмация, я ее прочитала. Предупредите, что на обратный путь. Почему они не чарджили меня в Нью-Йорке? Я же к ним... Я же поехала... Я летела сначала Аляска. Сначала Аляска. А так как в Нью-Йорке надо было, по-моему, сдавать, забирать багаж и сдавать багаж. По-моему, я уже не помню. Короче, мы в Нью-Йорке еще у них тоже чекинились. В Нью-Йорке никаких проблем не было чекин in person. Ну, так, не онлайн. Понимаете, там не было никаких проблем. А вот из Украины попробую еще вылететь. Короче, это такой позор. Это такая... Говорю, очень плохо у них бизнес идет. Вчера мне с моего банка звонили. И вот то, что я там, типа, открыла клейм, ну, кейс. Они говорят, что они им позвонят. И, ну, короче, посмотреть, что можно сделать. Они им звонили, и, говорит, женщина мне перезвонила, говорит, я им только что звонила. Они сказали, что они согласны рефанд дать, ну, отдать деньги. Только мне надо им написать. Дала мне имейл, который они им дали, номер телефона. Значит, они согласны были банку. Они сказали, что они согласны рефанды, ну, возвратить деньги за чекин. Когда я им написала вчера, мне сегодня пришел ответ, что они не отдают деньги. Понимаете, это такой столок перед американцами. Хорошо-хорошо, хорошо-хорошо. А уже как клиенту, то все, главное, что у меня твои деньги есть. А там уже трава не расти, да. Говорю, проклятая такая компания, проклятая. Потому что это такая карма их ждет. Говорю, не пройдет, и, наверное, года они уйдут из бизнеса. У них не будет бизнеса с таким. Не летайте ими, это позорище, это позор для Украины. Есть много компаний, которые летают в Украину, в Киев. Надо вообще во Львов не лететь из Киева, а до Киева лететь. Любой компанией, до Киева билеты очень недорогие. А с Киева до... Я потом расскажу. Очень просто, очень просто можно это все сделать. Мы так потом... Короче, сейчас и потом немножко. Вот. Но это еще не конец истории. Еще было продолжение. То, что они с меня содрали 30 евро, это одно. Прикиньте, они изменили наш рейс. Мы должны из Киева были вылетать в 11 утра, а наш рейс перенесли на 7 вечера. На 7 вечера. Это люди, кто-то на работу опаздывал, да. У кого-то какие-то appointment, может, к врачу или еще что-то. Понимаете, у людей все шеворот на выворот из-за них. Но, думаю, ладно, бывает всякое. Муж самолет поломался. Но это не поломка. Это потом мне рассказали добрые люди. Вот. Которые уже с ними летали, уже это знают. Короче, что они делают? У них недокомплектация самолета. Потому что никто не хочет ими летать, этими козлами, блин. У них, они, короче, отменили один рейс и скинули два рейса вместе. Ну, билеты. Чтобы в один самолет, знаете, чтобы пустыми не гонять. Говорю, с этими лузерами никто не хочет летать. Вот. И они в один самолет посадили людей. Вот. И мы пропустили, конечно, свою стыковку в Нью-Йорке. Ну, все пропустили, не только мы. Прилетаем мы в Нью-Йорк. 10 вечера, 9 с чем-то. Значит, прикиньте, я стояла в очереди, чтобы получить от них билет на мою стыковку, ну, чтобы до Лос-Анджелеса долететь, на который я не успела. Это они должны оформлять. Вот, организовать. Я получила, мы прилетели в 9 с чем-то, я получила в полчетвертого ночи. Я стояла в очереди на ногах с малой, у нее спина болит. Она не может стоять на ногах, ну, стоять. Она там стояла, сидела на полу, стояла, сидела на полу. Мы уже бедные. Ладно, ну, до полчетвертого ночи они меня мурыжили, чтобы нам дать билеты. Они, а еще как они еще, какие хитрожопые. Они, чтобы не давать людям отель, они должны дать отель. Они предлагают отель, но они так хитро делают. Слышите, смотрите. Значит, математика, да? От этого терминала до этого отеля, где-то 45 минут езды, там, и надо будет делать пересадку. Они берут не самый ближний отель, а подальше. Вот, чтобы люди не хотели туда идти. Почему? Потому что мы посчитались с теми, кто уже летал, кто знает Нью-Йорк, сколько там пересадки. Короче, там в очереди у нас, мы все кучей сбились и все болтали. Вот, я слушаю, что люди говорят, да? Вот, и, значит, надо было на этом поезде, ну, от аэропорта, а потом пересадку делать, еще пилить, еще потом идти. 40-45 минут, это в одну сторону. И потом еще столько же назад. Ты стоишь в очереди, уже 12 ночи, час, ночь, да? Когда вылет где-то, кому-то дали билеты на 6 утра, на 5 утра, на, ну, 5 с чем-то, не 5 с чем-то, а 6 утра, там 6, 6, 12 или сколько она в Л.А. летела. Вот, нам не дали билеты, я стою в очереди. Вот, и когда, вот, они тянут время, чтобы ты стоял в очереди как можно дольше, чтобы у тебя потом времени не было в этот, или смысла не было в этот отель ехать. Потому что, смотрите, полчаса, ну, пусть будет полчаса, полчаса туда, полчаса назад, это уже один час, пока разденешься, пока поможешься, пока ляжешь, тебе уже вставать надо. Полчаса спать, два часа спать, какой смысл ехать в отель, да? И они же за этот отель потом, они, им же надо платить. А зачем? Они делают так, чтобы тянуть время, чтобы люди стояли в очереди, он там звонит, они там, типа, типа между собой, они в Киев звонят, чтобы эти билеты нам выписать, знаете, понимаете, найти. И какой-то дурдом, сюрреализм. Вот, и муры жили, потому что не хотели еще и за отель платить. Какой мне смысл на два часа в отель ехать? Вот скажите, таскаться, а у нас как, в Нью-Йорк? Вы приезжайте в Нью-Йорк, прилетайте, вам надо забрать свои чемоданы. Потому что там надо таможню проходить. Мы с этими чемоданами большими, ладно, там ручная кладь, можно себе и прогуляться. А у нас два больших чемодана. Мы двое суток не спавши, понимаете, потому что мы выехали, мы встали в 4 утра, чтобы, потому что у нас в 7 часов был рейс со Львова, нам надо было еще такси вызвать, доехать, ралли-вали. И мы практически не спали, потому что мы очень поздно легли. Вот. И потом эту ночь не спали, в самолете тряслись, понимаете, двое суток не спавших. Мы двое суток, двое, две ночи практически не спавши, усталые, как звери, голодные. Вот. Ну, не очень голодная у нас с собой еда была, такое, но все равно, знаете, с сумками, куда нам тарабанить в этот отель, какой смысл? Они специально тянут резину, потому что им за отель платить надо. Дали нам билеты на 9 утра, это нам надо было торчать, не спать. Вообще, как заснешь? Ну, как заснешь? Там, где ты там в этом... Короче, а когда я еще прилетела в нее, мы прилетели в Нюрк, забрали свой багаж. И нам сказали идти к украинским авиалиниям. Мы к ним пошли туда, на второй этаж, она нас на низ. Говорит, вам надо вниз. Мы пошли вниз, а там все закрыто. Нам говорят, вы вышли, вас назад не пускают. Вот. Короче, мы опять с этими сумками опять к ней, на второй этаж, стоять в очереди в эту кассу этих украинских авиалиний. Там куча народу на посадку оформляется. Вот. Я говорю, зачем вы меня вниз послали? Там же все закрыто. Она говорит, там есть наш человек, никакое не закрыто. Говорю, мы там были, там закрыто. Там вы пойдете направо, тролливали, и хорошо, иду опять. Вот. И спускаемся, и спрашиваю работника British Airlines. Говорю, где там... Я забыла, как они называют это... Как-то там называется это место, куда надо пойти тем, у кого билеты, ну, опоздавший самолет, да? Он говорит, это все уже закрыто. Вас туда не пустят. Я, короче, утром, открывается утром, я реву, я в слезы, я говорю, что за фигня, я так устала с этими беганиями туда-сюда. Я прихожу, я реально в слезах, говорю, что вы издеваетесь надо мной? Говорю, там никого нет, там закрыто. Нас оттуда попросили, говорит, там все закрыто. Она, короче, она говорит, нет, нет, там открыто. Там был какой-то... Еще какой-то парень пришел со стены тоже, он опоздал из-за них. И он говорит, идемте вместе вниз, посмотрим, где там, что там, короче, мы с ним пошли. Мы нашли то место где-то какой-то под лестницей, какой-то, какой-то закоулок, какой-то, короче, дурдом. Сидит этот мальчик, тянет резину, люди в очереди стоят, все злые, все невыспешные, все усталые, понимаете? И мы вот так стояли до полчетвертого ночи, до полчетвертого. И пока он нам билет, и мы были самые последние, кому дали билет. Я уже, я просто уже в шоке была, я уже говорю, я уже, я сначала мы с ним говорили, все хорошо, все, но потом я начинаю выходить из себя, говорю, что он мне мозги парит. Вот, там, ля-ля-ля, бла-бла-бла, и, знаете, увиливает, тянет резину. Он говорит, я там звоню своему менеджеру, он с Киевом, там, они подтверждают, типа, билеты. И говорю, уже полчетвертого, ё-моё, я уже не могу, я уже хочу наверх пойти, там кресло есть. Хотя бы сесть и не стоять на ногах, вот, потому что внизу негде сесть. Вот, и, наконец, нам билеты сделали, опять на Аляску, да. Я уже, они, наверное, хотели, чтобы я плюнула, я уже купила за свои деньги билеты назад, понимаете. Это всё, вот, какая говнистая компашка, вот эта украинская авиалиния. Говорю, это такой совок, это позор для Украины, они ещё в Европу хотят. Good luck. Отношения к людям, эти стюардессы бедные стараются, вот, вот, они единственные, кому, что можно хорошего сказать за эту компанию, девочки. Они стараются, видно, что они стараются, ну, и видно, что они не очень счастливы там работать, но они стараются, вот, они приветливые были, ну, хорошие были, да. Ничего, ничего абсолютно плохого слова про них не могу сказать вообще, они действительно стараются. Вот, но персонал этой компашки, этот менеджер, как он с нами разговаривал, разговаривал, как с каким-то отребьем, понимаете. Мы не клиенты, мы какое-то отребье. Потому что мы онлайн не зачекинились. Что за совок? Это капец, это такой, это позор, это такое, это такое унижение. Знаете, ты стоишь, он на тебя орёт. Ну, не орёт, но он так с тобой разговаривает, презрительно, с таким приказным, презрительным тони, понимаете. Мог бы сказать, вы извините, эта компания такое вела, я бы очень хотела вам помочь, ну, вот, это не моя вина, я вас понимаю. Знаете, я тоже человек, вот, всё равно отплатить пришлось бы. Вот, я понимаю, можно же было по-человечески отнестись, да. Но это же Савдепи, это село, вот, Рагуль. Неприятный осадок был. Не то, что осадок был, до сих пор есть. И то, что они нам деньги не отдадут, это, наверное, точно. Ну, пусть им на лекарства пойдут, те наши 30 евро. Пусть на лекарства и на, вот. Желаю им, чтобы им на лекарства пошли эти наши деньги. И не только наши, те, кто им платил ещё. Стояло куча людей в очереди в ту кассу платили деньги. Прикиньте, это какое, это какой шантаж. Это так, так некрасиво. Это так, это ужас. Это вообще, что это такое? Где это видано, где это слышно? Вот, кормили отвратительно. Говорю, там нельзя кушать. У них дали нам бутерброды. Говорю, ну, меня с курицей. Бутерброд вегетарианский или с курицей? Я говорю, с курицей. Дают с курицей. Написано, с куркую. Вот, я открываю, там капуста внутри. Говорю, что вы мне дали? Она говорит, ой, извините. Ну, я говорю, вот написано с курицей. Она мне, она говорит, ну, вот тоже. Вот, написано одно, знаете. А там капуста внутри. Они даже упаковать нормально не могут в свои сэндвичи. Ну, вот, работнички. Эти бедные стюардессы, боже. Говорю, у вас водичка есть? Ну, с бульками. А он говорит, только за деньги. Представляете, какой позор. Водичка с бульками. Я вспомнила, когда-то я еще в Венгрии жила. И английский плохо знала. Приехал ко мне американец мой. И я ему говорю, где-то мы сидели в ресторане. Я заказываю, ну, что пить буду? Я говорю, байбл ватер. Бабл ватер. Ну, так же ж не говорят, говорит, спарклинг, да? Ну, бабл, байбл, говорю, байбл ватер. А он сначала не врубился, что за байбл ватер. Библейская вода, да? Бабл. Спарклинг. Вот просто водичка с газами. Они за это берут деньги. Киньте. И за Кока-Колу 3 евро. Такое позорище. Такая нищета. Вот это, чтобы так уже даже наколи. Да? Не летайте ими. Это небезопасная компания. Это отвратительно. А люди говорили, мы в очереди стояли, говорили, что они так постоянно делают вот это, отменяют рейсы. Отменяют рейсы и людям. Поэтому никто с ними не хочет лететь. Просто отвратительная компания. Я говорю, у меня... Я летаю очень много. И раньше летала много. Но это такой experience. Если какие-то компании, какие-то упущения делали, это все детский сад по сравнению с украинскими авиалиниями. Мау. Мау. С этим дождом. Какой-то надо им обрегать. Атуру. Вообще. Мудаки. Они это международники. Ну ладно. Знаете, мы когда в Киеве были, у нас целый день времени было, мы ходили гулять. Мы решили там не сидеть. А там, во-первых, очень холодно. Люди, которые там были, сидели, они все... Потом мы пришли, они... Ну, кто с нами поздал, они говорили, что они просто все задубли. А я, кстати, там потом заболела. В этом аэропорту сидела, заболела. Я больная приехала? Да. До сих пор отхожу. Там не то, что холодно было. У них... Они, наверное, не знают, что такое вообще кондиционер и зачем он нужен. Они морозильную камеру делают с этого аэропорта. Там так холодно было. Там не прохладно, как знаете, что приятно. Там была реально морозильная комната. Слушайте, вы везете людей, а не мясо. Да? Не какие-то там портящиеся продукты, людей. Зачем такой холод делать? Там реально дубак был. Вот реально. Я знаю, что американцы иногда могут врубить кондиционер. Очень холодно. Но там градусов 10, наверное, было очень холодно. Люди кутались. Что было у них? Несколько одежек одевали на себе. Вот. Но мы молодцы. Мы пошли в Киев в центр гулять. Там, значит, из киевского аэропорта Брисполя ездит автобус. Это Skybus. Он стоит 100 гривен до вокзала. Или 60 до первой станции метро. Вот. Если вам, например, во Львов надо лететь, то до вокзала доезжайте этим автобусом. И оттуда берете билет. И до Львова нормально в поезде доезжаете за пару долларов. Понимаете? С комфортом быстрее и без всяких этих украинских авиалиний. Вот. Я вам... Вот мой совет, если вам так надо. Вот. И назад таким же образом. С южного вокзала идет этот автобус. И 100 или 120 гривен стоит. Сколько? 3-4 доллара. Вот. Но там ехать час примерно. Поэтому это совсем-совсем дешево. 4 доллара. И на поезде он идет где-то 5 часов или 4 там с чем-то часа. 5 часов. Ну, примерно. Вот. Скорый поезд. И он... Вы себе с комфортом доезжаете. Вот. Без встречи на самолете. Не надо трястись. Не надо с этими козлами лететь. Вот. Не летайте украинскими авиалиниями. Это позор для Украины. Вот такие украинские авиалинии. Международные. МАУ. Я очень-очень-очень недовольна им. Очень. Вот. Потому что говорю отношения как в Савдепе. По-моему, в Савдепе не было такого отношения к пассажирам. Аэрофлот довольно хвалят сильно. Вот. При том, при всем, что он тоже как бы с Савдепи. Ну, отрыжка с Савдепи. Ну, вот. Кто летал со мной, кто опоздал. Они говорили, что они летали Аэрофлотом. И все было хорошо. Очень. Хвалили их. И когда в жизни не летал Аэрофлотом. Ну, международными линиями. Ну, вот. Хвалили. Не знаю. Правда, не правда. За что купила, за то продают. Говорят еще польский. Вот этот лот, он часто опаздывает. Вот. Тоже ничего не знаю. Не летала ими. Вот. Ну, в Украину летают турки. Там все. Много кто летает. В Киев очень многие летают. Только потом в Львов надо пересадку делать на вот эти внутренние. Все равно на внутреннем полетите. На украинском самолете. Зачем вам на этой, на этой, этих колымагах летать, да? Катафалках. Вот. Не летайте. Не летайте нормальными авиалиниями, у которых нормальное отношение к клиенту, нормальный самолет. Понимаете? И которые не врут. И с вас не вымогают деньги. За все. Вот. Тем более таким нечестным способом. Поэтому говорю, вот, украинские авиалинии, все, что вы заслуживаете. Я надеюсь, что вы будете, года не пройдет, как вы уйдете из бизнеса, обанкротитесь. Вас кто-то купит. Потому что так, что вы делаете, вот, если меня кто-то смотрит из этой компашки, недокомпашки, да? Да? Вот этих недолиний, блин. Вы просто, вы просто уроды моральные. Потому что так, то, что вы делаете с людьми, это просто, это недопустимо. Недопустимо. Эта женщина стояла около этой кассы, плакала, говорила, что мне делать? У меня ни денег, ни карточки, ничего нету. Что ей надо было делать? Она в Нью-Йорк летела. У нее никого не было. Кто за нее деньги заплатит? Что это такое? Как можно так с людьми, это, предупреждайте наперед. Внесите эти гребаные 30 евро в цену вашего билета и не чарчьте людей. Вот. Все нормальные компании так делают. Оно в цену входит. Я уверена, что в цене билета есть check-in in person. Но вам же ж надо, вам же ж надо больше денег. С вами ж никто не хочет летать. Вам надо больше. И вы потом еще дополнительные с людей выманиваете. Ужас. На лекарства вам. Пусть будут мои деньги вам на лекарства. Желаю вам плохого здоровья. Вот. Отвратительное отношение. Отвратительная компания. Не до компания. Вот. Позор для Украины. Конкретный позор для Украины. На эти украинские авиалинии. Мне не жалко этих 30 евро. Это не в деньгах. Мне жалко их, потому что я работаю. Я не ворую их. Мне с неба не капает. Я работаю. Но мне не... Знаете, меня зацепили не деньги, а отношение к людям. Отношение. И каким методом вы эти деньги выманиваете. Понимаете? Это выманивание. Это шантаж. Это грабеж. Это капец. Это недопустимо. Это не бизнес. Это... Ну, в подворотне так делают. Точно те же методы. Из подворотни. Вот. Давай деньги. Или не полетишь с нами. Дурдом. А как относится этот менеджер? Какое отношение к клиентам? Что это? Где такое видано? В какую Европу вы хотите? Понимаете? Один довольный клиент приведет вам 10 клиентов. Один недовольный отвернет от вас тысячи. Потому что я надеюсь, что мое видео будут смотреть многие. А я еще буду про вас говорить на всяких форумах. Короче, везде, где можно. Я про вас буду говорить. Потому что об этом надо говорить. Я вам такое не попущу. Даже если вы мне мои деньги отдадите, я вам... Я не заткнусь. Вот. Так нельзя с людьми. Надо... Я знаю свои права. Вот. Я заплатила деньги за билет. Почему с меня еще какие-то дополнительные... Еще в такой манере деньги выманивают? Что это такое? Ставит меня перед фактом. Или плати, или не полетишь с нами. Карма все видит. Вот. Так что мой вердикт. Мау сакс. Им не место в бизнесе. Пусть они обанкрачиваются. Обанкротятся. Вот. Все, что я им желаю. Не летайте. Не поддерживайте. Не спонсируйте уродов. Вот. Не летайте ими. Есть много других компаний, с которыми можно летать. Понимаете? Это то, что мы сэкономили. Мы потеряли потом сутки. Мы потеряли сутки фактически. Мы не спали. Мы кучу времени потеряли. Я за это время могла поработать, деньги заработать. Понимаете? Я с ними ничего не сэкономила. Потому что ты в этом аэропорту, тебе надо что-то попить, купить, поесть, купить. Тратили в город пойти походить, погулять. Потому что там сидеть в холодине вообще скучно. Это у нас лишние затраты были. То, что мы сэкономили, то мы из-за них и потратили. Так что никакой экономии, никакого удовлетворения с этими украинскими авиалиниями международными. Мау. Такое вот видео. Говорю, не берите, не спонсируйте уродов. Не поддерживайте такой бизнес. Летайте с другими, с нормальными компаниями. На этом все. Всех люблю. Целую. Чао.